Азербайджан С 1992 года ведут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствует в которой Россия, США и Франция. Сейчас трудно определить, кто из сторон первый нанес удар. Исторически сложилось так, что после распада СССР границы между двумя государствами до конца не были обозначены. Поэтому на протяжении 30 лет в горных районах ведутся стычки с применением оружия, в которых страдает мирное население. К слову, обе стороны конфликта в сообщениях СМИ обвиняют друг друга в нанесении первых ударов. На данный момент Армения говорит, что азербайджанские подразделения обстреляли приграничные села Айгипар и Мавсес. В свою очередь в Баку заявили, что из крупнокалиберного оружия и минометов были обстрелены села Агдам, Дандар, Гушу и Вахидли. По словам экспертов, пока не ясно, к каким событиям могут привести эти стычки. Россия предлагает решить конфликт мирным путем, сев за стол переговоров. Все-таки Армения и Азербайджан являются близкими соседями с нашей страной. Руководители, кто отреагировал на возникшую ситуацию, руководство Российской Федерации и министр иностранного дела Лаврова, он сразу же, после того, как в Россию дошла информация о возникновении данного конфликта, он сразу же обратился к обеим воюющим, точнее не воюющим, а противостоящим сторонам и высказал настойчивое предложение с этой стороны переговоров, чтобы не допустить эскалации вот этого противостояния. Пока что стороны конфликта по очереди обмениваются ударами, однако хочется верить, что в ближайшее время все это прекратится и между соседними государствами воцарится мир. Лев Диденко, Универ, Ньюс.